Субтитры подогнал «Симон» 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 что он использовал вот этот замечательный период и уединения духовного, так сказать, роста и обучения, и потом он был призван на служение, кажется, патриарха. Даже когда мы отделяемся от общества, Бог использует нас для того, чтобы готовить, подготавливать к обществу. Люди переживают и мыслями с обществом находятся. Поэтому очень важно. Итак, давайте сравним вот эту страничку 94 со страничкой 96. Что есть, вот допустим, характеристики физические общего и что есть, какие отличия в физических характеристиках детей от 1 до 3 и от 4 до 6? Активность постоянная. У тех и у тех. Импульсивная реакция, вот это она и так же. У маленьких совсем никакой ответственности. А у 4 до 6 уже появляется такая ответственность за себя. Здоровье как? Хрупкое и там, и там. Очень хрупкое. Восприимчивое к болезням и так далее. Что это значит? Если у нас есть комнатки для деток, очень важно, чтобы была чистота, стерильность, свежий воздух, тепло, чтобы они там не простужались. А как хорошо, когда можно прийти в церковь матери, которая с ним была уже 6 дней, и она может сдать ребенка в надежные руки и 2 часа посидеть в церкви, послушать о Боге и помолиться. Как это ценно? Я это знаю на своем опыте, на опыте нашей семьи, как нам это было дорого. В любую церковь приедешь, сдаешь в надежные руки. Ребенка у нас был там до 2 лет. И как хорошо заниматься, быть в церкви. Становление здоровых привычек. Смотрите, уже в этом возрасте привычки устанавливаются. А если семья нездоровая, все закладывается уже здесь, а снова закладывается уже здесь. Как церковь может помочь для становления здоровых привычек? Воспитывать, наверное, папу и маму, помогать им. И когда они приходят в церковь, на практике, применяя эти, помогать, показывать, как эти могут вырабатываться здоровые привычки, чтобы родители смотрели и знали. Если раньше, до середины 20 века фактически, дочки утились от матерей, то сейчас они не учатся. Многие не знают обычных, самых банальных вещей, что надо делать с ребенком. Активные сенсорные процессы, слабые мышцы, нет координации. Нет координации до трех лет, а после трех уже немножко развиваются навыки. Моторные навыки не развиты полностью, но они уже начинают развиваться. Наблюдали за этими движениями, как смотрит ребенок на какой-то предмет. И ребенок до один год, полтора года, допустим, когда ему показывали предмет, и прибор как-то следил. Допустим, предмет был вот такой формы. И когда ребенок смотрел на него, его взор упирался куда-то сюда, потом немножко сюда, где-то вот так, так, где-то... И, в общем, совершенно ребенок, который посмотрел вот на эти вещи, он может иметь какое-то представление об этой фигуре? Вряд ли. Он только вот видел вот что-то где-то как-то, и все. А ребенок трех с половиной лет, он смотрит сюда, затем видит этот угол, видит этот угол, этот, этот. Видите, он уже знает, что это треугольник. Он уже оценивает форму предмета. Посмотрел? Все. Или любой другой предмет, или круг, допустим. Он посмотрит сюда, 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 сюда. Можно ли ребенку до трех лет, может ли ребенка до трех лет верить? Как вы думаете? Дальше будем учить, проходить материал, и поймем, что он может уже верить на том уровне, на котором, на самом примитивном, на самом первичном. Я помню, когда мы сдали своего ребенка в воскресную школу, а ему было год и семь месяцев, и после этого он что-то такое руками, что-то показывает. Оказывается, ему сказали, что любовь Божия, она большая и широкая. Big and wide, большая и широкая. И он уже в этот момент, он видел улыбающееся лицо замечательной сестры, которая там с детками работала. И она уже сумела ему в этом возрасте любовью своей передать какое-то понятие о любви Божией. Уже в два года ребенок может начинать верить. Вера эта, конечно же, будет не самостоятельная, это же вера будет воспринятая. Но, настав юношу от юности, с детства, если передадут родители или воспитатели веру, то она может закрепиться глубоко в сознании ребенка и дальше помогать ему жить. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok